всем привет сегодня я хочу вам показать как я пеку хлеб дарницкий на закваске закваска у меня ржаная вот такая вот видите она пузырится эту закваску я сделала по моему еще до нового года и в общем пику хлеб какие-то еще пышки пику хлеб выпечку это закваска натуральная там много всего что можно говорить о ней единственное скажу что это без дрожжевая на это мука и вода муку я использовала цельнозерновую ржаную вот здесь она вот так выглядит есть еще несколько вариантов но это лучшее что мы для себя нашли вот еще я буду использовать здесь пшеничному как я завтра покажу сегодня мы ставим опару значит вот закваска я ее делала одну неделю но не совсем одну неделю я делала ее почти месяц то есть много раз у меня она не получалось в конечном итоге получилось и я ее сделала она у меня работает и все замечательно ну так приступим значит закваски 180 грамм закваску нужно перемешать вот посмотрите какая она видите вы ее перемешиваете закваску я храню в холодильнике вот сейчас здесь в этой закваске 75 осталось остается закваски 75 грамм муки и 75 грамм миллилитров воды теплой сейчас вот это вот количество закваски здесь я отсюда забираю 8 180 грамм и у меня останется 75 закваски я опять добавлю воду и муку готовлю я примерно раз полторы недели так 180 грамм закваску покажу какая она такая тягучая нить какая вот вы знаете кто кто-то где-то я услышала одного из блогеров те которые ну просто о жизни снимают каждый день они говорят вот как хорошо рецепт сняла там и он там бродит по ютюбу вы знаете как не просто снять видео вот рецепт то есть ты когда делаешь это вот каждый день сам у тебя получается все в общем то на ура а тут ты стараешься чтобы вам показать и объяснить иногда даже что-то забываешь так но здесь на ложке в общем 177 и на ложке 3 грамма в общем 180 грамм закваски теперь сюда мы наливаем 150 грамм теплой воды и перемешиваю нужно чтобы закваска растворилась вот это все шаманство она того стоит правда девочки и мальчики хлеб великолепный он вот пахнет медом если вот вы сделать правильную закваску то это просто вот замечательно я не ну не делала не не рассказывала как я делал как как закваску готовить но если вот но действительно кому-то это интересно и я конечно расскажу и покажу но это вот видео такое будет длинная это целую неделю просто поищите очень много рецептов так теперь в эту смесь мы просеиваем 50 грамм цельнозерновой ржаной муки и все тщательно перемешиваем хлеб готовить очень просто то есть вот вечером и сейчас ее поставим эту опару она у меня простоит до утра сейчас вот вечер с 28 ну и примерно в это же время через 12 часов я продолжу работать с этим тестом что учится пошел магазин и купил хлеба вот я вам скажу хлеб разный продается мы единственно нашли хлеб который подходит мне моему организму в городе чехов на московской области там есть возле рынка хлеб завод и при нем магазин и в этом в этом магазине если кто-то там живет очень вкусный был ну лет десять назад вот дарминский хлеб а все-таки этот хлеб он без дрожжевой и не вызывает вот у кого изжога от хлеба от хлеба от дрожжей в общем вот такая у нас получилась опара смотрите как она пузырится так теперь вот я положу эту миску в пакет в пакете у меня здесь были куда делись отверстие видите дырочки я ножом просто прорезала завязываю и поставлю на 12 часов в теплое место всего сейчас у нас такая уже ранняя весна в домах и в квартирах еще прохладно если кому интересно я расскажу где у меня теплое место в доме так это я сейчас поставлю в теплое место и что нам нужно сделать еще это вот здесь крупная соль здесь 7 грамм я пробовала добавить 10 грамм 5 грамм вот 7 грамм оптимальный вариант и залейте примерно 30 миллилитров 30 грамм такой горячей горячей воды это нам завтра пригодится вот так и эту соль нужно растворить ну и в общем то на сегодня все завтра продолжим и так прошло ровно 12 часов но если вы там поставите на 10 часов если вы поставите там на чуть больше меньше не важно смотрим вот такая у нас видите опара она вся пузырица пахнет яблоком продолжим значит вот здесь у меня вчера было 7 грамм соли и 20 миллилитров воды я сюда добавила еще 130 миллилитров воды то есть 7 грамм соли и 150 миллилитров теплой воды добавляем сюда и просеиваем вот тут у меня 160 грамм цельнозерновой ржаной муки и 160 грамм пшеничная у меня высший сорт и просеиваем сюда готово теперь или палочкой или ложкой вы все это замешиваете я буду делать это рукой тесто будет такое жидкое липкое вымесить его нужно очень хорошо чтобы не было ни комочков чтоб нот все промесилось готово теперь вот у меня вот такая форма она обычная вам тефлоновая вот такая я ее простилаю пергаментом вот таким образом в принципе никаких проблем не было один раз я не смогла мне хлеб почему-то прилип поэтому я теперь вот так делаю и вот это тесто нужно перенести в эту форму так дальше мы это делаем лопаткой вот из всего процесса самый такой ну момент не очень эстетичный но вот так вот с тестом работаем вот силиконовая лопатка очень удобно все тесто из миски переложить сюда так теперь я делаю так я смачиваю руку и мокрой рукой тесто вот так вот хорошо придавливаю разравниваю вот так и отправляю в тоже теплое место на полтора часа но я ставлю будильник на час за полчаса до окончания расстойки я включаю духовку то есть я сейчас поставлю будильник на час через час я включу духовку как раз нагреется духовка до 250 градусов и еще тесто полчаса будет стоять и продолжим также форму мы убираем в пакет постарайтесь чтобы верх вот так вот не проседал завязываем и отправляем на расстойку так вот прошло полтора часа хлебушек подошел вот так вот он выглядит мы его побрызгаем водичкой сверху так обильно духовка у меня разогрета до двухсот пятидесяти градусов я сейчас поставлю вот на 15 минут лампочка перегорела я уменьшила температуру до двухсот десяти и сам хлебушек я разгорачиваю вот так и оставляем на 15 минут 15 минут прошло ставлю на 30 минут и убавляю духовку до 200 градусов все 30 минут прошло достаём хлебушек вот такой хлебушек так мы его сверху также обильно сбрызгиваем водой достаем и вот так оставляем остывать сейчас так ну в общем вот хлебушек вот послушайте какой он хрустящий вот и сейчас мы посмотрим разрезе вот такой он разрезе он еще теплым просто уже времени нет но вот решили разрезать показать пахнет мёдом приготовьте не поленитесь если заинтересует вот как приготовить закваску я конечно расскажу все покажу все покажу это очень просто вот вы знаете кажется что вот там 15 минут еще 15 если вот на кухне здесь крутитесь там готовите что-то что-то делаете это все вот достаточно быстро чтобы ночью тесто постояло и потом буквально там два с половиной часа и хлеб готов всем здоровья пока